здравствуйте сегодня у нас понедельник понедельник я с тобой взяла камеру поснимать такую красотищу тут эти уже так отцветает жалко ну что сделаешь отцветает уже потому что август в августом и страшные жаркие месяцы так и что-то натуралеса как это хвост и природа не трогать забываю уже слова русский природа так она вот готовится к жаре у нас смотрите растение готовится к зиме то есть у нас потому что зимой не выносим условия тут обычно невыносимые условия это летом ну в смысле для для растений засуха мне так интересно написали такую глупость ну просто невероятно написали у вас это в испании то наводнение то засуха типа еще что-то как еще что-то а я ответила что да у нас не только наводнение засуха а у нас еще здесь бывает землетрясения люди ну это же природа так смешно если если есть здесь такая природа вы же не воюете в россии со льдом и со снегом ну то же самое здесь в испании да здесь горы вот я сейчас еду сзади меня там я показывал вам там есть горы естественно дожди они у нас тропические то есть ливни вы такие как стена ливень идет естественно все это потом несется с гор и несется она по это по улицам испании топит и сносит эти машины ну так вот они привыкли к этому они знают что такое может быть у них от этого и машины застрахованы имущество застраховано от этого ну то есть не так она не иногда знаете кажется что люди просто вот и мечи сказать а так хочется какую-то пакость сказать и они вы даже из такую глупость пишут что в общем не еще до это до этого до трейна еще почти полчаса я вам решила немножечко поснимать специально взяла камеру ну что у камеры лучше стабилизация но насчет звука я конечно не знаю но стабилизация лучше и я постараюсь нету не трясти все так что я так восхищает вот представьте вот эти скамейки они ведь наверно точно такие же древние как и как сам вот этот катедрал а за 1800 видите 80 написано там ну не такой значит старый а может он реставрирован в это время просто сверху вам ну это я нахожусь канет де мари я здесь работаю мне так здесь нравится это очень такой красивый город очень такой старинный есть есть эти средневековые улочки просто я не могла вам показать потому что у меня руки были заняты я тут это несла мешок басура это мусор ну с пластиком то есть у меня там всякие бутылки были поэтому руки были заняты ладно и чего еще не конец еще покажу он просто я теперь решил с тобой носить эту маленькую камеру ну потому что телефон ужасно на самом деле это все трясется вот как растила вот это такой старинный дом там я один раз работал в ну типа в таком доме там такие высокие потолки и там очень красивый такой ну такая плитка на полу очень красиво обычно у всех вот тогда мод видим такая была вот она конечно там черный кот сидит черный кот там бутылки кидать вон там черный кот сидит видно не видно вот видите они вот так нравится вот не особенно знаете нравится когда вот дом белым покрашен и у него такие голубые балкончики голубым покрашены не все так это нравится и вот тут эти кстати рисунки вот это я начала работать этот рисунок тут был а тут прямо вот при мне нарисовали вот ну-ка что-то там такое поставили вроде мне кажется этого не было вон там процесс к бонни масел бонни масел бонни масел вообще не идея чё такое а это и не имею такое табаля коми она как бы в социал ну вот у нас женщинами видимо работала раньше знаете ведь это в эпоху франко женщины же никаких прав не имели они даже люди паспорт не имели права иметь чтобы получить паспорт они должны были простить чтобы дали разрешение либо отец если не замужем либо муж если замужем и представлять самое ужасное что женщины даже если они работали то они должны бы то зарплаты на руки не давалось отдавалось либо отцу либо мужей зарплату представляете и потом вот они после франка начали бороться за свои права и потому здесь у них как раз ну вот это вот борьба камня камера капризная нагрелась и все не включалась сейчас ладно по тенечку ну это жара опять слушайте не часто вечерком конечно 22 градуса даже утром сегодня был 19 градусов конечно сейчас полегче уже стала такая жара но все равно все равно днем жарко а на чем остановилось что вот а кстати мне звонили это это спам ну спам туда достали вообще а я уже знаете как стало вот это они все предлагаются какие-то страховки постоянно предлагают поменять сигурды кочи ну это страховку на машину то все будто мото оператора мобильного предлагаю ну в общем достали вообще супер достали я знаете нашла какой выход они начинают звонить я начинаю с ним по-русски говорить все они спрашивают по-русски отвечаю все и вот сейчас это уже газовую трубку я по-русски там сказала алло здравствуйте что хотя раз они трубку бросаются вас вот я ты это кто в испании живет кого достал этот вот спам уже звонящий вот такой выход из положения один раз еще помню в это в отеле когда работала там тоже какая-то навязчивая тетка все звонила звонила и значит меня попросила это ресепсион как видит ей по-русски и она значит в следующий раз ну какая-то тетка вредная такая все звонила звонила и вот она опять позвонила я взяла трубку и говорю что вы хотите шел на шел это все так звоните и все она бросила трубку и больше не стала звонить я правильно говорю звонить вот тоже такой домик красивый такой вообще конечно канет демар тоже очень такой старинный городочек классный так и сан-поль демар в общем если вы приедете то сюда можно на трейне доехать это выйти из трейна трейн который барселона идет там принос баланс и просто здесь вот так погулять не просто добываться такими красотами я надеюсь что надеюсь что уже скоро все кончится все нормализуется к следующему лет как-то люди смогут ну не знаю почему тоже путешествовать я даже вообще конечно загадывать загадывать сейчас вообще уже ничего невозможно то значит этот коррект коронавирус такое наделал теперь теперь это страшная война в общем не знаю что-то как-то все так это как-то все плохо хотя у меня было все время такое ощущение какое-то последнее время что все скоро будет так замечательно и шикарно и все хорошо и вот у меня есть такое было ощущение ну не знаете до сих пор такое то есть мне все время кажется что все будет хорошо и я думаю что наверно так и будет так и будет что все будет хорошо смотрите какие ковы на это тоже это у них эти окна средневековые такое такие здания это них сохранили смотрите не стали сносить модернизировали немножечко но вот это вот тоже такая красота мой рука у меня уже рука затекла блин вот такое красивое здание сейчас всего поснимаю немножко а тут такие взрослые смотрите прям такие взрослые такие красивые может их так конечно не видно сейчас отсюда смотрите какой-то я прошла расслабить вам снимала с той стороны правда как-то так отсвечивает и не красиво с этой стороны думе вот эту такую средненькую дом просто супер нет конечно ларит демар он он же чел новый город там такого нет то маленькая только середине есть улочка вот такой конечно красоты вот это очень такой красивый город канет демар называют а мне вообще нисколько не напрягать что мне надо сюда идти и наоборот его так люблю даже когда лёша мимо меня вез куда-то мы ездили я не помню на машине едем и он такого сейчас мы будем приезжаете сейчас я специально проеду смотри на свой канет демар и он не раз прямо по канет демару провез не знаю куда мы ездили что-то я не помню барселона что ну прям по канет демару раз провел свой год любимый город да еще раз вам покажу какая же красота это жена да так супер и финансировал и и и и и и и и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...